Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Хастл Кастл. Так, новое достижение я получил, шеф-повар. Ага, забираем. Так, что у нас тут? Гоблин, я смотрю, у нас тут все собрал, да? Яблок у нас, завались. С деньгами немножко не айс, так же как и с железом. Плохо, ребята, очень плохо. Как вы помните, в прошлой серии я апгрейдил себе здание по производству брони, поэтому сейчас я, можно сказать, на нуле. Так, ну что, давай-ка, Захар, мы тебе наденем хорошую одежонку. Так, пока это лучшее, это слабенькое, нам не подходит. Так, и что тебе нужно еще? Давай-ка глянем скалочку. Ну, на 37 уровень, я думаю, вполне-вполне сгодится. Так, это отстой. Это тоже нам не подойдет. Давайте пробежимся по колечкам и амулетам. Ага, вот. Ну, давай пока это оденем. Оу, а это даже лучше будет. Так, это слабенькое, нам не подойдет. Угу, здесь одинаково. Отстает, и тут отстает. Хорошо, я так понимаю, с кольцами у нас все нормуль. Давайте теперь амулеты глянем. 1138. Ага, это кольцо, это не то. Как говорится, куча ожерелок, а выбрать нечего. Ну, давайте еще разу поезжаемся. Так, 1138. Это слабенькое. Значит, вот это сейчас на данный момент самое сильное. Остальное все такое, фуфломенькое. Кстати, надо будет, ребята, наверное, нам зачистить здесь много чего. Хлама, сами видите, скоро... Оу. Давайте-ка, наверное, это оденем. Оно все-таки получше. Я не понимаю, по какой причине оно оказалось у нас в самом низу. Так, подожди, я что-то не то сделал, ребята. Надо вернуть мне мой прежний амулет. Хотел сравнить и нечаянно нажал. Примерил, так сказать. 1154. Да, надеваем, по-моему, оно. Остальное все идет у нас слабенькое. Ладно, ребят, наверное, будем закрывать эту... Как говорится, балалайку всю. И будем заниматься уже действительно реальными вещами. Так, давайте-ка мы сейчас кое-что сравним. Так, 30-очка, да, у нас? Нам нужно выбрать с вами самого слабого повара. Так, я так понимаю, это будет у нас добыча 4100. Вот ее-то мы как раз и поменяем на нашего Захара. Она уже слишком слабенькая, пускай идет, раскачивается. Вот сюда. Ну, а ты, родной, беги и кулинарь. Так, и у нас, ребята, что? По мане все замечательно. Елисеюшка там у нас поваренок. Качается потихонечку. Так, здесь у меня ничего пока не производится. Настроение мы забираем с вами. Так, что же нам замутить-то такого сейчас? Давайте-ка заберем, во-первых, в свой сундучок. Бесплатный, халявный. Глянем, что выпадет нам. И выпадает... Нет, это, ребята, разбирается все. Ну, а это тоже, естественно, автоматом. Ничего хорошего нам не дали, как обычно. Это очень жаль. Так, и подарки. Спасибо вам, ребята, за подарочки. Но забирать я не буду их. Вы сами понимаете почему. Потому что у меня сейчас очень много еды. И я не хочу их, чтобы она пролетела просто-напросто в холостую. Так, давай, Серега Швет, лови. Сергей Иванович, автоматом. Намаду, конечно же. Так, Славянычу отправим. Так, давайте следующих искать. Крашу. И кто тут у нас? Крошка идет. Так, теперь мой идет Вова Иванович. Вовка, держи. Это я. Дальше Андрюха. Спускаемся ниже. Талисин. Так, замечательно. Тут у нас еще Малевич. Вот я дурень, а. Забыл забрать после 10 отправлений подарки. Ай. Ладно. Как обычно, опростоволосился. Так, Леха. Теперь у нас идет кто? Можно было бы Эпику. Но я все-таки фейк-такси отправлю. Потому что я боюсь, на моих не хватит ахаровцев. Так, у нас здесь еще Фофан. Следующий идет Ден. Денчик. Дензель. Умка и Нерд. Это уже заранее. Потом еще остается у нас, ребята, три подарочка. Это Кайфолов будет. Это все, ребята, из моего клана. Так, Иммортал. И последним будет, наверное, ага, Варвар. Ну вот, в принципе, и закончили мы на этом. Два сундучка я все-таки умудрился забрать. И на этом спасибо. Ну что, я думаю, что мы с вами сегодня займемся, наверное, фармом. Так, портал у нас завершился. У меня всего лишь 4000 темных душ. Смешно просто-напросто, ребят. Но я их потрачу, естественно, на обычные синие осколки. Потому что больше не на что. Жесть какая-то. Я представляю, как там набивает по 120, по 190 тысяч осколков. Ой, осколков темных душ. Вот это для меня вообще просто парадокс какой-то. Так, сундуки я пока вскрывать не буду, ребята. Потому что у меня, как говорится, полностью еда завалена. Тропа кошмара. Ну что, пробуем? Пробуем, наверное, с вами сюжетку. Если получится пройти, то хорошо. А если нет, будем уже заниматься фармом. Так, делаем заготовочки. Все, замечательно просто. Поехали в бой. Ну и как обычно, нас тут встречают олухи. Один голем и четыре некроманта. Ага. Смотрите-ка, довольно легко мы их порвали. Я думаю, что следующий бой будет тоже за нами. Сейчас мы лично в этом убедимся. Мы еще получились с вами... А, нет. Мы прибыли в замок. Ужасное мрачное место. Я даже слов подобрать не могу, как здесь гадко и омерзительно. Тут даже беды нет в ванной комнате. А еще снова этот монстр Чав-Чавк. Повелитель специально злит его и готовит выпустить против жениха. Под хэштегом ужас-кошмар. Это у нас говорила Оливия. Но мы-то приближаемся к ней. Приближаемся, чтобы спасти ее. Так, ну что, ребятушки. У меня командочка практически все отхилилась. Думаю, что и есть смысл еще разочек попробовать сыграть в основную сюжетную линию. Как говорится, будем играть до тех пор, пока где-то не стопорнем. Или не сможем просто-напросто пройти. Еще два дня, 17 часов нам ждать, пока у меня построится тренировочная бойцов. Ну, а мы с вами идем на волны ужаса. 382 тысячи мощей у нашего врага. Слушайте, по идее, я думаю, что должны расклепать. У меня все-таки 454 тысячи. Так, у нас здесь три ледяных голема, два некроманта и лучник. Слушайте, ну големы здесь крепкие, смотрите-ка. Так, хорошо, я их урон... О, не-не-не-не, не надо, не надо ронять. Ух, ну тут уже тяжеловато, если честно говоря, было. Ну да фиг с ним, все равно. Будем еще пробовать с вами. Это чудовище отправило нам навстречу Фрогуса и Чавчавка. А меня он привез в свой замок, кричит принцесса Оливия. Надеюсь, все-таки не придется выходить за него, а то виды из окон тут очень депрессивные. Фрогус. Все зависит от вашего восприятия мира, мадемуазель. Кому-то и цветущие луга не в радость. Иг, мне в радость, игр, орет Чавчавк. Какой-то обезбашенный просто-напросто, а может быть беззубый или хрена узнает. Хе-хе, че с ним, че у него с речью. Так, это, ребята, мы разбираем на зеленый кристаллик. Это мы разбираем на белый. Ну-ка. Эти трогать мы пока не будем, ребят, потому что еды еще хватает. Как же мне все-таки засран инвентарь, если честно, да? Вы заметили. Надо будет этим заняться, почистить все. Ну, думаю, что, наверное, не стоит это чистить все и комментировать. Я это как-нибудь отдельно для себя все почищу, а продолжим с вами уже играть. Ну, что же, ребятушки, у нас с вами 14 синих кристаллов. Я могу заказать себе, наверное, колечко или амулет фиолетовое. И я это буду делать сейчас. Давайте мы с вами закажем кольцо фиолетовое. И сразу же я обломался, ребята. А знаете почему? Потому что мне не хватает манны, чтобы его заказать. Дебилизм. А что поделаешь? Ну, что, у нас чав-чавк. Очередной босс. Соточку яблок требует. Ничего себе, ребята. Прикиньте, 100 яблок уже за один бой. Да, с ним много не повоюешь. Если мы сейчас проиграем, то 100 яблок улетят в никуда. Ускоряться здесь я, наверное, не буду. Ребята, будем делать медленный бой, чтобы я мог контролировать весь процесс. Заодно хочу посмотреть, насколько он крепок. Так, ну потихоньку мы его разбираем. Потихонечку. Мой вояка, как обычно, встанет. Да ладно, я не могу глазам своим поверить. Это такой ватный чавк. Раньше помните его? Первая наша встреча с ним. Так, повелитель бездны. Отпусти Оливию, иначе мы возьмем штурман твой замок и разрушим бездну. Глупцы, бездну нельзя разрушить. Она сама суть разрушения. Ну так мне папаша в детстве объяснял. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Так. Сегодня мы, все жители замка, стоим на крепостной стене и с тревогой надеждой смотрим в ту сторону, где за горизонтом решается судьба экспедиции нашего лорда. Там он совсем скоро сойдется в битве с повелителем бездны. Это кричит у нас мудрец. Вот. И, как обычно, Дональд православный затыкает ему рот. Давайте смотреть, что нам здесь выпадет с вами. Угу. Что ж, шесть кристаллов это хорошо, а вот это, пожалуй, ребята, все упадет. На кристаллики. Так, магический урон. На 80 уровень зелень. Слушайте, да по идее-то он нафиг нам не нужен. Давайте его бахнем. Чего я с ним буду телепункаться, да? Так. И можно уже, наверное, хотя 540 еще яблок. Не будем мы трогать ничего. Ну что, прогулка во мгле. Слушайте, 460 тысяч, но здесь уже, ребята, все-таки враг. Посильнее меня будет. Любимая цель – самые дальние бойцы. То есть, это будут у нас лучники. Голем будет в лучников на это шмалять. Все равно будем пробовать. Нет, так нет. Мы все равно от этого ничего не потеряем. Ну, кроме как яблоки. Ну, кто там опять меня навестил? А, каком-нибудь опять Каспер? Или какая-нибудь крыса в очередной раз? Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Где кто? О, че, не вижу пока никого. Ага, крыса, значит, все-таки. Повадилась за моими сырами, за моими яблочками. Так, ну, а мы продолжаем, продолжаем пробовать, ребята, проходить. Ну-ка. Опять же, я буду намедленным, чтобы все это дело контролировать. Ух-ух-ух-ух-ух. Да, тут что-то вообще какой-то тухляк. Ребят, я не могу даже энта победить. А как он так себе восстанавливает хпшки? Да вы че? Нет, 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 нет. С таким отхилом мы далеко не уйдем. Блин, этот придурок, нет, чтобы кого-нибудь ресать, он стреляет, а? Ну ты даешь, блин. Все, ребят, вот и все показательное видео, блин. Размочили меня здесь. Слушайте, может быть, надо... Так, сэр, враг, да, понятно. Может быть, надо кого-то... Мне кажется, надо брать какого-то дамагера себе. Скорее всего, это будет очередной лучник или арбалетчик. Ну, единственное, что для него нужны все эти, как их... Лук, все эти броники, кольца, амулеты. Это, считай, нужно крафтить полностью комплект. Ну что, ребята, давайте сделаем с вами небольшую рекламную паузу. Ну что же, продолжаем играть с вами Хастл Кастл. И у нас, ребята... Ага, таргерт. От него я поражение потерпел. Ладно, мы забираем с вами наградочку. Ух, как шикарно. Шесть сундучков, как с куста. Я смотрю, у меня скрафтилось. Что здесь? Ага, посох на 75 уровень, синий. С одной стороны, хорошо, что синий, а с другой стороны, плохо, что он на 75 уровень. Мне бы на 85, вот это было бы самое то. Я смотрю, у меня тролль тут все пособирал, и мне ничего не остается, как вскрывать сундучки. Давайте смотреть, что нам выпадет. Колба для алхимиков. Так, ну это сразу идет на разбор. Следующий сундук у нас дает костюм шахтерам. Так, это для казначеев. Арбалет в помойку его. Даже смотреть не буду на него. И вот этот амулет тоже на помойку. А, еще есть сундук? Блин, вскрыл не тот, что мне нужно. Этот мы придержим пока. Ух, опять у нас с вами яблок полная куча. Можно идти смело и воевать. А куда нам идти? Только если на фарм. Ребята, фармить будем сегодня, наверное, по-жесткому. Так, у меня здесь арбалетчик. На 75 уровень. Ага, это для ресторчика. Ну-ка, давайте-ка мы глянем вот этот посох. Так, и вот так. Ух ты! Этот будет получше получается. Ну-ка, по мощам. Да, ребят. На 5000 мощей он прибавляет нам больше. Поэтому разбираем мы это редкое оружие. Синий кристаллик нам в копилочку идет. Все. А я-то думал, что все так плохо. Нет, пригодился все-таки нам посох, ребята. Так, ну что же. Давайте тогда, наверное, закажем мы все-таки с вами фиолетовое колечко. Манны-то как там? Ага. Хватило. Все, отлично. И я предлагаю вам всем сходить на карту и глянуть, кто у нас там стоит. Каких ребят можно сегодня нам полутать. Так, ну-ка, подожди-ка. Нет, все нормально. Показалось. Ну что, хелл-хей какой-то у нас здесь. И псих. Ну-ка, давайте психа глянем сейчас с вами. Уж больно у него хорошие ресурсы. Там 160 тысяч стали. А нам бы это пригодилось бы. Ну, я думаю, что этот паренек не так прост. Не так прост, как кажется. Ну-ка. 359 тысяч. Давайте пробуем. Даже думать не будем. Так, у него здесь два воина и маги все. Угу. Так, отлично. Ух ты. Как мы его шустренько-то с вами разбираем. Замечательно. Спасибо тебе, псих, за такие шикарные ресурсы. Ты мне очень помогаешь своим присутствием в игре. Так, а это что у нас такое? Не понял. Конкурс в королевстве. В королевстве объявляется конкурс. Лорды, вам предстоит придумать главные отличия и атрибуты для вашего замка. Грозное имя. Славный девиз. Запоминающийся герб. Обисатели нарисовать. Присылайте свои варианты в комментариях к посту в фейсбук. Перейти в него можно по кнопке в этом письме. Награда будет ждать своих героев. Победители. 20 авторов самых оригинальных атрибутов выбранных администрации группы. 5 победителей будут выбраны по результатам зрительского голосования. По лайкам, под комментариям. Призы. 20 победителей выбранных администрации получат 500 алмазов и сундук с сокровищами. 5 победителей, набравших более количество положительных оценок, получат 200 алмазов и сундук с сокровищами. Вот так вот. Только вот не помню я одного, ребята. Это что нужно? Придумать главные отличия от ремонта для вашего замка. Грозное имя. Славный девиз. И запоминающийся герб. Честно говоря, не особо что-то я могу догнать. То есть, если у меня уже есть, то я не могу себе поменять. Так получается. Да, в принципе, 500 кристаллов для меня это не так уж и много, ребят. Если честно. Я уже молчу про 200. Так, смотрите-ка. Неплохо. Я думаю, что можно вот этого паренька проверить. А может быть, это девушка. Не знаю. Болк. И туда... О, 290 тысяч мощей. Это наш клиент. И, как говорится, мы его в первых рядах сейчас будем разбирать. Так, это еще соточка стали. Для меня здесь сейчас важен ресурс сталь. Я нападаю только, в принципе, из-за него. Потому что надо копить, ребята, на очередную построечку. У нас с вами еще очень много чего надо построить. И очень много нужно для этого ресурсов. Ну, почти миллион уже стали я насобирал. С горем пополам. Эти архаровцы у меня тут стоят. Давайте им хотя бы, наверное, зеленку закажем. Что ж просто так бегают-то они, да, ребят? Да, создаем. Один день они будут клепать ее. Да и фиксим. Я как раз к тому времени, наверное, и накоплю определенную сумму ресурсов. Повара у меня там еще по 14 часов будут. Этот у меня что-то... Иди давай вот сюда. Учись алхимии. Мне алхимики нужны будут. И вот эту вот, наверное, барышню тоже, наверное, туда отправим. Пускай куча. Хотя, ребята, мне по большому счету нужно избавляться от одного персонажа, который у меня здесь оказывается в замке. Есть трехзвездочный. Я сам этого не ожидал. Если его удалить, я могу, по крайней мере, посмотреть, какой у меня ребенок вырастет. Сколько звезд. И будем с вами стараться 4-5 звезды с него получить. Это было бы шикарно. Так, таб. Ну-ка, давайте-ка. Мы проверим этого таба. Что он тут из себя представляет? 176 тысяч стали. Да ладно. Я так... Я вот подозревал, что не может быть так на халявку все. Ладно. Тут у нас крэпс. Ой, у меня очень мало ресурсов. Кто опять на меня тут нападает? Теперь огненный голем, а? Ну что же? Все на месте-то не сидится. Надо обязательно мне вот нервы потрепать. Прогулка во тьме. Будем еще пробовать разочек или нет, ребята, а? Не знаю. В принципе, не такая уж и большая разница. Всего на 2000. Ну, должны же заколбаться, елки-палки. Давайте попробуем сейчас вот так вот сделать. Да что же за такой этот непробиваемый энд, а? Во, молодец. Наконец-то... Да нет, нифига. Вы посмотрите. Мы ему доносим жизни практически до нуля. Он с удара. Ну, 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 ну. Да давайте... Вот сейчас все было замечательно. Но единственное, что мы, наверное, не сможем с вами... Хотя хрена узнает. Сейчас посмотрим. Ай. Нет, один лучник навряд ли тут у меня, конечно, справится. Все, упал. А совсем немножко не хватило, ребята. Совсем капельку. Ай. И даже обидно не могу, блин. Да я понял тебя, Дональд, что он сильнее нас бы. Да не настолько-то и силен он. Вот был бы у меня действительно второй бы арбалетчик. Ох, я бы ему всыпал бы, а? Я бы убрал, наверное, одного боевого мага, который у меня особый слабенький. И поставил бы лучше арбалетчика. Ну, вот этот вот посох, конечно, отстой. Давайте вот так вот мы с вами попробуем сделать. Не знаю, получится, не получится двумя воинами заколбасить. Но в портале, по крайней мере, у меня эта фишка прокатывала. В сложных ситуациях мы как-то выруливали. За счет двух мечников. Ну, посмотрим, как говорится, пройдет ли этот фокус на сюжетке. Сейчас они у меня подхилятся. А мы пока с вами тут улыбочки пособираем. Посмотрим. Так, краб, нет, крабса мы уже видели. Кто у нас тут? Ага. Так. Видели, ребята? Германия, чертова здесь. Ну-ка, что здесь? Розвальд. Ну, что за это, а? Ребята, хорош жмотится на ресурсы. Во. Вот, 96 тысяч. Блин, у меня есть магии. Полный звездец. По-другому это не назовешь. Как же она быстро тратится, ребят? А когда-то раньше всего лишь 9 их было. И как-то играли. А сейчас 18 мало. Ха-ха. Офигеть. Так, давайте дух лева сделаем с вами. И еще один. Все. Пока мы забили полностью очередь по магии. 235 тысяч. Да, конечно, разберем. Ой, елки-палки. Ну, ладно, пускай два воина будут. Так, разобрали. И этих мы добиваем. Вообще-то я второго воина выставлял для сюжетки. Но, тем не менее, здесь мы справились. Ну, 235 тысяч мощей, конечно, могли бы даже и не париться. Так, два сундучка забираем здесь. У нас их три в общем сумме. Тот сундук, ну, в принципе, можно будет уже, наверное, вскрыть. Потому что яблок маловато. Так, это все мы разбираем. Подождем, пока придержим, ребята. Потому что худо-бедно. 549 тысяч яблок у нас. А с того сундучка нам даются 45 тысяч. Да, нет смысла пока его открывать. Фух. Ну, кого-нибудь еще. Димон у нас здесь. 21 тысяча. А здесь 12. Слабовато. Ну-ка, разведочку боем. 438 тысяч мощей у него. Ну-ка, смотрите. Ну, в основном фигня. Зелень это... Давайте пробовать разбирать. Так, три воина у него здесь. И... Не понял. Не-не-не-не. Пошло-пошло, ребят. Пошло. Я уж думал, сейчас мы встрянем. Но... Да ладно тебе. Да хорош. Ты с... Эй! Да х... Да смотри, что творит, а. Отхиливает и отхиливает. Фу, наконец-то пробились мы. Конечно, пробились мы. Нет, пробились все-таки. Смотрите-ка, да. Он поставил себе три воина и три рейсорщика, которые по очереди воскрешали ему солдат этих главных танков. В принципе, тактика неплохая. Будь он еще немножко бы посильнее по мощам, я бы вряд ли бы его разобрал. Ну, а так нам фартануло. И да, грубо говоря, ребята, у меня лямзик. Так, забираем подарки. Все. Так, 532 тысячи яблок. Плюс сундучок на 45 тысяч. В общем, пока еще живем с вами. Так, это темное братство. Тут вообще 10 тысяч. Никуда, блин, не годится. 17 тысяч. Так, 43. Ну, можно глянуть. Во, 74. Это уже хорошо. Грубо говоря, это соточка. Так, округлим. Все, ребят, последняя у меня магия. И, наверное, это будет у нас последний бой в этой серии. Так, с магией мы с вами закончили. Делаем разведочку. 437 тысяч мощей. Смотрите, у него зелень, белень. Вообще какой-то никакой, если честно говоря. Ну-ка. И плюс у него кракен на постройке стоит. А, ну-ка, давайте-ка побыренько мы его расшуршим. Блин, я опять забыл убрать танка второго. Не понял, это что за фокусы такие? Ага, упали все-таки. Отлично. Так, погоди-ка, я не всосал. Это что за фигня? Эй! Зелень, беленуха! Ты посмотри, а? Ё-моё, этот нафь меня порвал. По-другому здесь никак не вызовешь. Не, ребят, тогда у нас это не последний бой. И я на такое не подписывался. Я должен уйти, как говорится, с высоко поднятой головой. Я должен кого-то вздрючить на дорожку. Да. Охренеть вышло, блин. Это все из-за второго танка, блин. Я вам точно говорю. Здесь уже боевую магу самое то было бы. И так бы прописал люлей, что мало бы не показалось. Ага, колечко. Колечко, колечко, кольцо. Та-ра-та-та. Крит и у ворот. Нет, это нам не подходит. А это я вот думаю, что крит и у ворот подойдет лучше для лучника. Хотя у меня там урон, блин. Ладно, сделаем так. Да, пускай так и остается. Все. Хотя урон... Не знаю. Мне сказали, что в свое время урон это для ближников. Так, здесь нам делать нечего. Прогулка во мгле. Ну-ка, давай-ка. Что это за металлург у нас здесь? Погоди-ка, не понял. Нет, металлург отдыхает пока. Он нам не по зубам. Будем искать кого-нибудь другого. Нет, этот нам вообще не катит. Потому что у него даже стали нету. Ну что же, воины мои полностью здоровенькие. Десять тысяч. Это не годится вообще ни в какие ворота. 218. Ну-ка, давайте-ка проверим. 364 тысячи мощей? Слушайте, это просто какой-то подарок судьбы. Ну-ка, давайте попробуем. Два воина и маги. Так, у меня всего лишь одна магия, ребята. Если мы сейчас профукаем, то звездец. Ускоряться я, как говорится, не буду. Так, ну что, я магов положил практически. Ух, все, бинго, наше. Наша взяла, ребята. И мы получили с вами довольно не кисло. Мне даже понравилось. О, тут еще у нас два синих сундучка. Еще два желтых. Так, и еще два. Хм. Считаю, что удачно мы с вами сходили. Давайте посмотрим, что из них выпадет нам. На помойку сразу же. Следующий на очереди. Так, черпак оставим пока. Половник это. Это на разборку. Нам белень эта не нужна. Так, вот это тоже разбираем. Синие сундуки у нас пошли уже. Ага. Так, отбойный молоток. Это у нас для шахтеров. А это для дровосеков, короче. Для плотников. Ну что же, вроде бы как и все, ребята. На этой ноте я буду завершать свое видео. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. И продолжим играть в эту замечательную игру. А на этом все. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!